Привет! Как дела? Итак, в завершении рассказа о нашем с мамой путешествии по Северной Ирландии в августе 2018 года сегодня я расскажу про наш последний день, который мы провели в Белфасте перед вылетом в Лондон. В середине третьего дня после поездки в Лондон Дерри Колрейн мы вернулись в Белфаст. Там сразу же поселились в отель и решили полчасика-час поспать, прежде чем идти снова гулять по городу. О нашей прогулке по Белфасту в первый день я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И мы настолько сильно провалились, мама даже сфотографировала, как я крепко спала от усталости, видимо, уснула час или полтора проспала. Потом мы встали, где-то в 4-5 часов вышли погулять, дойти до музея под названием «Титаник». Оказывается, именно в Белфасте на его верфях был произведен этот знаменитый корабль. Кстати, если вы не в курсе, «Титаник» по-английски звучит не «Титаник», а «Тайтаник». И мой педагог по английскому языку вечно издевался над всеми своими студентами, которые произносили это слово как «Титаник». «Титаник» в его понимании звучало как «груди» от слова «тиц». А вообще по-английски «Титаник» произносится как «Тайтаник». Так что, если вы будете в Белфасте, спрашивайте «Тайтаник-мюзеем», а не «Титаник-музей». Это так, на случай, если кто-то когда-то поедет в Северную Ирландию. Так как времени было ограничено, и мы хотели попасть в музей, не знали, до скольки он работает, но может до 6-7 часов вечера, мы решили поехать на автобусе, так как из центра Белфаста до музея «Титаника» достаточно далеко, около 3-4 километров топать пешком. Доехали, по-моему, фунта 2 стоил билет на автобус. Мы сели и буквально за 20 минут доехали до музея, но оказалось, что вход туда стоит около 20 фунтов, и мы решили не ходить, так как уже музей закрывался. Немножечко там пробежались по сувенирной лавочке. Мама купила себе вот такую вот железную коробочку с изображением «Титаника», в которой находились какие-то конфетки. Ириски, по-моему, и стоила она, по-моему, 4 фунта. Я же хотела себе приобрести кулончик и сережки в виде листика клевера. Это, если кто не знает, один из символов Ирландии. Ну так, на память. Но стоило это тоже очень дорого, по-моему, фунтов 20, и решила обойтись потом заказать на каком-нибудь китайском сайте, типа Виш или Алиэкспресс. Ну, так и не заказала, что-то уже отпало желание. Итак, расскажу немножечко про музей «Титаника». Музей был открыт 1 апреля 2012 года и рассказывает истории о злополучном «Титанике», а также о его братьях Олимпике и Британике. Здание содержит около 12 тысяч квадратных метров, большинство из которых занимает залы и галереи. Конструкция здания имеет своей целью отразить историю Белфуста. Его угловая форма напоминает форму нескольких носов кораблей. С его главным носом между ступелей «Титаник» и «Олимпик» на реке Лаган. Местные жители же заметили, что здание похоже на айсберг. Поэтому этот музей уже давно носит второе название в качестве айсберга. Большая часть фасада покрыта плитками алюминия. Высота здания составляет 38 метров. Та же высота, что и была у «Титаника». В галереях рассказывается про историю проектирования, создания, затопления и наследия этого корабля. В передней части здания у входа находится скульптура под названием «Титаника». Автор Роуман Гиллоспи. Она изображает погружающуюся в воду женскую фигуру. Она была изготовлена из бронзы и установлена на медном основании. Часто вызывает ассоциацию с дизайном фигурок на носу кораблей, предназначенных для вселения надежды. Рядом же с музеем, на огромной территории комплекса музея «Титаник» находятся еще несколько кораблей, по которым тоже можно прогуляться за небольшие денежки. Мы походили вокруг, тоже пофотографировали, поснимали. Не такие большие, как «Титаник», но тоже достаточно знаменитые в Британии корабли. Ну и так как мы шли по пути к центру города, рассматривая эти корабли, мы возвращались в центр города уже пешком. Мы уже никуда не торопились, решили прогуляться по Марине. Это так называется в Британии набережная, то есть набережная реки Лаган. И там разглядели жилищные комплексы, как дети играют в ярдах, то есть во дворах. Какие-то тоже статуи в виде перевернутых кораблей стоят в этой области. И потихонечку дошли до своего отеля, легли спать. А на утро мы направились в Бэфаст Сити Холл. Это городская мэрия, то есть даже парламент Северной Ирландии. Там по утрам проходят экскурсии, и если ты успеешь забронировать себе билет прямо с утра, то попадешь внутрь городской мэрии Бэфаста и парламента Северной Ирландии. И буквально 10-12 человек проведут по некоторым залам, по главной лестнице. Вы пройдете на второй этаж, там посмотрите купол этого обалденного здания. Вас проведут в кабинет, где заседает парламент. Вы увидите банкетный зал, а также внизу в конце есть экспозиция как самого Сити Холла, так и что-то по Титанику. Мне очень понравилась шахматная доска и еще несколько экспонатов. После такой обзорной экскурсии, где нам рассказывали про Сити Холл, кстати, так немножечко расскажу, что это здание было построено в 1906 году в стиле барокко, находится на площади Донагал и имеет статус Great A, то есть в архитектурном плане это очень высокого статуса здание. Здание было спроектировано архитектором Сэром Альфредом Брумвелл Томасом и построено из портландского камня про город Портланд. Я, кстати, вам тоже буду когда-нибудь рассказывать, где этот белоснежный камень добывается за 360 тысяч фунтов стерлингов. Во время Второй мировой войны крыша этого здания была разрушена под бомбежкой, но после войны ее восстановили. Здесь находится огромное количество витражных окон, в которых изображены портреты королевы Виктория и Вильяма Третьего, различные гербы и флаги провинций Северной Ирландии. После посещения Сити Холла, в который нам случайным образом, конечно, удалось попасть, но просто нечаянно я увидела в интернете, что проходят такие экскурсии, и мы решили попытать счастье, и у нас получилось попасть на такую экскурсию, так как мы были очень счастливы, что не зря полдня провели перед вылетом в Лондон, мы решили спуститься в кафе и попить чаю. Очень вкусный чай, заваривают в чайничке. Можно, конечно, купить просто в чашечке, но мы с мамой, если на двоих, любим покупать целый большой чайник по стоимости столько же, но чаю получается больше. Вот так вот выгоднее. И решили посидеть в кафе Сити Холла, у нас была своя печенька, и вот так вот мы позавтракали. Сегодня мы в Балфасте, в столице Северной Ирландии, зашли в Сити Холл, там складный дом. По Сити Холлу нам рассказали, что он был построен в 1906 году, в 1921 здесь открыли парламент, и теперь здесь мы пьем чай. Сумки в Балфасте? Да. Приятного аппетита? После этого мы забрали сумки из отеля и уже направились в аэропорт Балфаста. С этой же площади рейсовые автобусы до аэропорта ходят практически каждые 10 минут. Мы сели в такой автобус и уехали в аэропорт. Там мы прошлись по дьюти-фри, мама купила себе вот такой вот магнитик с черными буковками на белом фоне с надписью Балфаст, Северная Ирландия. Ирландский черный чай. А я нашла себе духи, которые давно хотела купить, Эйфория Келлен Клайн. Насколько я помню, я купила их за 55 фунтов, на тот момент это было где-то 5000 рублей. Сейчас, если честно, я не знаю, сколько они стоят в России, но мне очень нравится этот запах. Правда, он такой терпкий, поэтому я использую его в основном в зимнее время, чтобы летом можно было чем-то дышать в жару, а в зимнее время запах совсем по-другому чувствуется. Не знаю, мне нравится, еще очень много осталось, я очень редко ими пользуюсь, потому что экономлю. Мне эти духи очень нравятся. Затем, пока мы ждали посадку на наш самолет, я снимала взлетающие и садящиеся в аэропорту самолеты и вдалеке увидела какой-то огонь. Думаю, что же там такое? Придвинула зум со своей камеры и увидела, что там проходят учения пожарные, разматывают свои шланги и что-то тушат на специальной площадке. Вот так вот проходят тренинги МЧС, или как это называется, Emergency Service в аэропорту города Белфаст. Затем мы сели в самолет и взлетели ввысь, как это было, вам показываю сейчас. И также, как мы летели, какие виды из Северной Ирландии до Лондона, по-моему, лететь около двух часов, приземлились в аэропорту Лондон-Сити и уже через час практически были дома. Вот такое вот было наше путешествие в Северную Ирландию в августе 2018 года. Может быть, когда-нибудь мне снова удастся побывать там. Буду уже снимать всё и сразу. Ну, а если вам когда-нибудь удастся побывать в Северной Ирландии, рекомендую очень Белфаст, Лондон-Дерри и город Колл-Рейн. Может быть, вам тоже будет интересен. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok